Наука не стоит на месте, и каждый год ученые открывают все новые виды животных и растений, живущих в настоящее время и вымерших десятки и сотни миллионов лет назад. Какие же самые необычные виды животных были открыты в 2016 году? Загадочный тулемонструм. В 1958 году в Иллинойсе была обнаружена окаменелость животного, столь необычного, что исследователи называли его монстром Тули, в честь палеонтолога-любителя Фрэнсиса Тули, нашедшего ее. В последующие десятилетия ученые спорили, является ли Тули монструм червем или слизня. После изучения 1200 останков Тули монструм Григариум они выяснили, что он относится к бесчелюстным. Это архаичная группа хордовых черепных, которые почти полностью вымерли, за исключением 39 видов миног и 76 видов микси. Тули монструм обитал на земле 307 миллионов лет назад. Его длина составляла 0,3 метра, а также он обладал большими глазами и острыми зубами, что указывает на то, что он был достаточно грозным птичником. Родственник тираннозавра размером с лошадь В 2016 году палеонтологи заявили, что близкий родственник тираннозавра, тираннозариус рекс, хоть и не был столь же большим, как всеми признанный царь динозавров, но обладал удивительно развитым мозгом для своего небольшого размера. Исследователи изучили череп динозавра возрастом 90 миллионов лет, найденные в Узбекистане. Анализ черепа Тимурленгия эутотика показал наличие сложного аппарата внутреннего уха, определив, что слух динозавра был очень острым, способным различать низкочастотные звуки травоядных. Исследование предполагает, что тираннозавры стали еще умнее до того, как их размер увеличился. Обе эти характеристики помогли им получить преимущество перед другими хищниками. Редкий черный кит. Прошли годы, но ученые наконец поняли, что кит, которого изредка видели рыбаки, далеко не юный представитель вида северной плавун, но совершенно новый вид. Понять это помог его размер. Неуловимый кит обитает в северной части Тихого океана. Его длина составляет 7 метров, что гораздо меньше, чем у северного плавуна. Более того, клюворыл Берда серый, а этот кит был черным, за что и получил прозвище Карасу, что по-японски означает «ворон». Генетическое исследование подтвердило, что Карасу – ранее неизвестный вид, однако он связан с китом Берда в том смысле, что у них был общий предок. Крошечная лягушка Новый вид лягушки, открытый в 2016 году, похож на сверчка. Земноводное настолько мало, что может легко поместиться на ногти большого пальца. Возможно, поэтому ученые нашли эту лягушку, обитающую на юго-западных равнинах Индии только сейчас. Ученые назвали ее Микрохилла лотерит. Эта лягушка живет на каменистой местности, которую власти называют пустошью. Несмотря на свое название, эти пустоши невероятно богаты своим биоразнообразием, как отмечают исследователи. Павлиний-паук Эти крошечные пауки – настоящие знаменитости в мире паукообразных. Открытые в 2015 году черно-белый павлиний-паук Скелеторус и красно-голубой сверкающий Маффин влюбили в себя многих, в основном из-за яркой окраски и сложных брачных танцев. В 2016 году ученые нашли в Австралии еще 7 красочных пауков. Таким образом, всего в роду Маратус 48 видов павлиних-пауков. Все открытые виды размером не превышают 5 мм, включая Маратус Буба, названного так, поскольку он напомнил ученым лицо совы. Буба – это латинское название рода Филин. Клингонский тритон Клингонцы из сериала «Звездный путь» отличались нахмуренными бровями, что и побудило ученых дать новому виду тритона с бугристым бомбом такое прозвище. Этот тритон является одним из 143 еще неописанных видов, живущих в Юго-Восточной Азии, в районе, который охватывает Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, Лаос и Мьянму. Он был описан в докладе Всемирного фонда дикой природы за 2016 год. Также в докладе встречаются такие виды, как радужная змея и другие земноводные, пресмыкающиеся, растения и млекопитающие. Исследователи призвали политиков защищать этих животных, так как многие из открытых видов живут среди обитания, которой угрожает человеческая деятельность. Динозавр из грязи. Птицеподобного динозавра с перьями, тощими ногами и костяным гребнем ждал печальный конец около 66 миллионов лет назад, когда он застрял в грязи. Ученые отмечают, что положение животного – голова поднята, шея выгнулась, руки раскинуты в стороны – говорит о том, что он пытался освободиться, что навело ученых на мысль о том, что он действительно застрял в грязи. Хотя у новооткрытого вида динозавра были перья, но летать он все-таки не мог. Однако его анатомия указывает на другие способности. Острый клюв служил для поедания моллюсков, растений, орехов и яиц. Размером ящер был сосла и обитал на территории современного Китая. Тарантул Маркеса. В прошлом году исследователи назвали новый вид тарантула в честь колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. А родовое наименование паука было взято от местного племени индейцев – конкуама, культуре которой грозит уничтожение. Конкуама Моркуэйзи использует острые волоски, растущие снизу брюшка, в непосредственном столкновении с урагами, в отличие от других пауков, использующих их в качестве метательного оружия. Новый вид титанозавра. Открытие ранее неизвестного вида титанозавра – это были огромные динозавры с длинной шеей, и жили они во время дневового периода, около 95 миллионов лет назад – помогло ученым в исследовании мозга этих животных. Как правило, в окаменелости титанозавров отсутствовал череп, однако образец, обнаруженный в Патагонии, имел и череп, и несколько шейных позвонков. Новый вид обладал необычайно развитыми чувствами для своего маленького мозга. У него также были большие глазницы, что указывает на хорошее зрение. Анатомия внутреннего уха говорит о том, что он мог слышать низкочастотные звуки, издаваемые, вероятно, другими титанозаврами. Древняя рыба. В 2016 году исследователи открыли два новых вида доисторических рыб. Ринконихтис пурготоиренсис был открыт в Колорадо, и ринконихтис уинои в Японии. Их длина составляла 2 метра. Они обитали на планете 92 миллиона лет назад и были панктоноядными. Род ринконихтис вымер около 66 миллионов лет назад, когда падение астероидов увлекло вымирание динозавров. Третий вид этого рода, ринконихтис тейлори, был обнаружен в Англии в 2010 году. Два новых вида могут свидетельствовать о том, что рыбы этого рода обитали во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова